Новогодний марафон Благотворительный проект идет у нас уже седьмой год на наших волнах, на волнах Радио России Псков В этом году мы собираем подарки с помощью наших участников, гостей нашей студии И отправляем их от Деда Мороза, от наших участников в Новоржевский приют и в Островскую коррекционную школу города Остров Ну а также один подарочек, кстати, по секрету тебе, Саша, скажу, отправится даже в Бижанице для одного очень хорошего мальчика Но о нем чуть попозже, не в этом выпуске, друзья Да, обязательно до этого дойдем Ну что же, до Нового года остается уже чуть-чуть побольше, чем неделя Все меньше времени остается Все меньше времени остается и все больше хочется успеть сделать Да, и уже как-то хочется все-таки снега, 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 поменьше коронавируса, поменьше статистику И побольше все-таки какой-то надежды, что в эти новогодние каникулы мы увидим наших друзей, наших родственников Ну, по крайней мере, сегодня мы их услышим, это точно Услышим, услышим С коллегами мы хотя бы увидимся на работе, общаемся, да? Да, и сегодня в нашей рубрике «Новогоднее интервью» Дина Перевозчикова, наш участник новогоднего марафона Очень приятно, здравствуй, Дина Ура! Привет! Новогоднее интервью Да, Дина, ну ты сама знаешь, обещанного три года ждут Вот, и в этом году, да, получилось у нас с тобой встретиться в этой радиостудии И ты станешь участником нашего новогоднего марафона Первый вопрос, Дине, почему ты несколько лет уже хочешь попасть в этот проект И, в принципе, как ты к благотворительности относишься? Я начну, наверное, с того, что именно благотворительность в Новый год Потому что очень часто слышишь такое от людей О, нет новогоднего настроения, что же делать, так грустно, снега нет Конечно, потому что, когда ты ребенок, вообще для чуда многого не нужно Там вырезал снежинки, уже праздничное настроение Огоньки на окне горят уже чудо А взрослым, им нужно самим свое новогоднее настроение, самим себе создавать И детям тоже создавать это настроение Да, конечно, то есть это уже от нас же зависит И поэтому мне хотелось как-то и детей порадовать Ну, понятное дело, что ты всегда стараешься порадовать Дина, скажи, ты кайфуешь от новогодних вот этих приготовлений? То есть от момента ожидания праздника? Конечно же, кайфуешь, потому что это как раз-таки и создает новогоднее настроение Когда ты там проходишь, смотришь, о, какие гирлянды красивые Нужны мне такие же Мы в этом году, кстати, заказали огромную гирлянду У нас висит теперь на окне и радует наших соседей, проходящих мимо людей Но на Новый год ты нам до эфира рассказала, что ты уедешь к своим родителям В далекий зимний, снежный, холодный Ижевск Ворвусь в снежный Ижевск Да Ты нам очень рассказывала, мы почти уже билет забронировали с Сашей до Ижевска Как там классно Там можно даже покататься на упряжке хаски Как нам сказала Дина И уже захотелось сразу, но... Уже там есть снег, уже туда хочется У нас, кстати, и Дед Мороз же свой особый, Толбабай Я, кстати, читала, у нее уже бы какая-то необыкновенная, какого-то цвета Сиренево-розовая, но я не знаю, если честно, даже почему А встречаются на улице Толбабайи в Ижевске? У меня дома живет Толбабай, это мой папа Да? Самый лучший Толбабай, конечно Конечно А если Дед Мороз Толбабай, то Снегурочка Так и есть Снегурочка? Налы как-то там Нылы, ну, нылы это вообще дочка по-удмуртски, нылы Дочка не девочка, а именно дочка Ну, снежная нылы, давайте так называем Снежная, а снег я не знаю, как по-удмуртски Не помню А у тебя в семье вообще сохранились какие-то такие удмуртские традиции? Может быть, блюдо какое-то такое традиционное удмуртское готовить? Ну, вот вы, наверное, не знаете, но все вообще-то в России на Новый год едят удмуртское национальное блюдо Это пельмени Я думала, оливье, сейчас скажите Пельмени, пель, это ухо, а нянь, это хлеб Хлебное ушко, пельмень на ухо похож Замечали? Да, замечали, конечно Говорят, что это же из Сибири все пришло, и вот из этого всего И то есть на удмуртском новогоднем столе обязательно будут пельмени? Будут А как вы дома обычно отмечаете Новый год? Ну, дома у нас... Папа переодевается в Деда Мороза 31-го, а ты в Снегурочку Для Мира, например, для твоей дочки Ну, у меня еще сестра есть, поэтому, да, мы по очереди Снегурочки Папа Дед Мороз Но это на самом деле не очень хорошо, потому что мы очень рано распознали Деда Мороза, кто к нам приходил Я вот помню, это года в четыре уже было, что мы с сестрой... Это же папа Это же папа Нет, не папа, да папа, это точно папа Почему Дед Мороз и папа никогда не приходят вместе, да? Вот здесь Однажды на утреннике Мира рассказала Деду Морозу такой стишок Здравствуй, Дедушка Мороз, у меня к тебе вопрос Если ты волшебник, самый настоящий, почему не можешь приходить почаще? Приходи весною, летом приезжай и мешок с подарками взять не забывай И Дед Мороз пообещал ей, что, конечно, приду, прошла весна, прошло лето, началась осень, и Мира вспоминает А вот Дед Мороз же обещал прийти, так и не пришел Ну и тут случилось чудо Пришел? Дед Мороз пришел осенью Я его встречала на улице, он пришел в шубе, в валенках Соседи, наверное, обсуждают до сих пор, что это там такое было Чудо нового дня Но пришел Дед Мороз и подарил подарок Мира была рада? Конечно В этом году ты будешь волшебницей еще для одного ребенка Из Новоржевского приюта или из Островского школы коррекционной Мы с ними сотрудничаем Но вот конкретно для девочки Беловой Маргариты Нам поступило в редакцию письмо Прекрасная открытка с Дедом Морозом от девочки Она пишет Я учусь в четвертом классе И просит Деда Мороза Подари мне, пожалуйста, спиральную плойку У меня длинные волосы, я хочу их завивать Спасибо, с праздником тебя И вот такая замечательная снегурочка с длинной косой И, конечно же, Маргарита Получит свою плойку, которую передала Деда Мороза Ей Дина Перевозчикова Спасибо тебе большое Ты пришла сегодня к нам в студию с подарком Я думаю, Рита будет рада Что хочет Дина Перевозчикова на Новый год? Я, если честно, об этом не думала Но для меня сейчас главное все-таки приехать в Ижевск Потому что говорили, что могут закрыть переезды между регионами Я этого очень испугалась Мы уже два года не отмечали Новый год дома в Ижевске Да, не получалось Поэтому для меня в этом году главное, чтобы мы приехали И все-таки отметили с родителями, с мамой, с папой, с сестрой И с ее детьми Новый год нашей всей большой семьей Дед Мороз, мы просим у тебя для Дины Перевозчикова Волшебный тоннель, который бы нанесет ее прямо из Псковской области Да, что даже если закроют, я все равно туда попаду Новогодний телепорт Ну и, наверное, Дин, финальный вопрос Оказавшись перед Дедом Морозом Что ты ему скажешь? Самый сложный вопрос нашего эфира, нашего интервью Вот стоит перед тобой Дед Мороз, стол, бабай, как хочешь называй Да, раунд Что ты ему скажешь? Если ты волшебник, самый настоящий Почему не можешь приходить почаще? Ну что же, нам тоже хочется, чтобы чудеса и радости в этой жизни случались как можно чаще И пускай они случаются в этом году почаще с нашими гостями, нашими участниками новогоднего марафона Конкретно с Диной Перевозчиковой, которая нашей коллегой, телевизионным корреспондентом, чудесным человеком, мастерицами на все руки Спасибо большое за участие в нашем таком благотворительном новогоднем проекте Очень рады были тебя видеть в нашей студии Спасибо большое, Динь Вам спасибо за марафон Дина, спасибо тебе еще раз, благодарим тебя Диночка передала для Риты Беловой в Новоржевский приют спиральную плойку Потому что у Риты очень красивые длинные волосы, как она написала в своем письме Деду Морозу И пускай она ходит очень красиво весь-весь год Ну, я в этом не сомневаюсь Кстати, хотела бы ты поесть пельмени на новогоднем столе, вот скажи Вот пельмени нет Вот вчера, например, моя подруга, она делала торт в виде большой кастрюли с пельменями на день рождения своему крестнику Ему 18 лет, она ему сделала пельмени, вот такие вот огромные-огромные кастрюли Ну, вот как новогодний торт пельменей, это можно А вот как основное блюдо, ну, наверное, лучше нет Здесь каждому свое, в скутах И потихоньку уже, кстати, с кем не разговаривал, все думают насчет новогоднего меню Что же делать на стол, это для многих как отдельная традиция А что у нас будет в этом году на новогоднем столе? Я тебе расскажу, что будет у всех Как обычно, мандарины, оливье, селедка под шубой Ну, мне кажется, заливной уже сейчас как-то редко делают Ну, люди особо готовящиеся к этому празднику обязательно делают Ну что, продолжим мы наш новогодний марафон Да, от людей взрослых, серьезных Переходим мы к детям, к их детским голосам Голосам из-под елки Голос из-под елки И сегодня в нашей рубрике, прочитая свое стихотворение Про самый лучший праздник Лера Вагина Давайте послушаем Мы встречаем Новый год Украшаем елку Нарядили огоньками каждую иголку Написали ему письмо Дедушке Морозу Мы встречаем Новый год дружно и серьезно Пусть несет подарки нам, сладости, игрушки Новый год для всех ребят Праздник самый лучший Спасибо большое Лере за такое прекрасное прочтение Действительно, как голос из-под елки Закрываю глаза и вижу эту замечательную девочку Которой 7 лет, как уже сказала Лена Которую можно, кстати, будет посмотреть в видео В группе ВКонтакте в нашей радио Радио Сипсков Да Ну что же, друзья, теперь переходим к серьезным вещам Послушаем самый настоящий новогодний триллер От первоклассника Игоря Иванова Дева, вы его, не в варе Стояла елка на горе А после этой елки Вродили злые волки Вот как-то рад, когда Ночной порой, когда В лесу-то тихо Встречает волка под горой Зайчата и зайчика Кому охота Новый год Попаться Вапу-волку Зайчата Бросились вперед И прыгали на елки Они прижали ушки Повесили, как игрушки Десять Маленький зайчат Висят и молчат А на муле волка Дело было в январе Подумал волк Что на горе украшена елка Какое хорошее стихотворение Тревожное, но все закончилось Хорошо Все спаслись Хэппи-энд Да, это главное Ну что же, еще Еще один голос из-под елки Сегодня нас с вами ожидает От Танечки Зацеповой Ей всего четыре годика И она вместе с мамой Поет песенку про елочку Маленькой елочке Холодно зимой Из лесу елочку Взяли мы домой Из лесу елочку Взяли мы домой И сколько Как елочек Шайков Розовых Параников Шишек Золотых Розовых Параников Шишек Золотых Сколько Как елочек Валенький Годят Тупые Хлопые Веселый Логочак Тупые Тупые Веселый Логочак Елочка Елочка Ягри Огни Синими Бусами Елочка Синими Синими Бусами Елочка Сини Синими Синими Под елочкой Помогали Учили Не экономя Батарею Память на телефоне И все И свои нервы И свое терпение Кстати в этом году На наш новогодний марафон В рубрику Голос из-под елки Очень много заявок Пришло Более 50 Это было еще На момент понедельника Ну а сейчас Еще немножко побольше Мы уже даже не знаем Как остановить Наших творческих Деток Псковского области А видишь как приятно Что прием заявок Закончился А никого не смущает Что он закончил Все продолжает Нам высылать Знаешь Саш У меня такое ощущение Что мы стоим Как и Дед Мороз Снегурочка возле елки Так и большой центральный Не псковская Региональные елки И 50 детей к нам подходят И стихи рассказывают Круто Замечательно Главное что мы все Сможем уложить В наши выпуски Новогоднего марафона Конечно сможем Постараемся Да переходим К нашей следующей рубрике Которая называется Мелодии этой зимы Мелодии этой зимы Ну а мелодия этой зимы У каждого свои Я тебе хочу так сказать Да и в плеере В наушниках Либо в автомобиле Каждый слушает Какую-то свою мелодию И сегодня Мы бы хотели вам Предложить свою Но не нашу Вселенную Которую мы исполнили А мелодию Группы драмы Джаз Елизавета Степановой Но это называется Хлопья летят наверх Такая кавер-версия Давайте послушаем Ну а мы с вами попрощаемся У микрофона была Елена Яковлева И Александр Робин С наступающим Откуда ты тут делась Классные шортики Бывшие джинсы Биваясь Простой макияж Пахнишь как первый ландыш Тебя не буду срывать Откуда ты тут делась Пахнешь как первый ландыш Тебя не буду срывать Подумал о себе И пошел снег Голода нас греет Ближе к семье Всюду суетает А где нас с ним Новые стихи Но не о тебе Хлопья летят наверх Всюду макия и свет Ты че тут одна привет Пойдем на парад плане Я дам тебе теплый шаг Да в космосе холода И мы встречаем разве Укукавшись в облаках Новая эра любви Новая жизнь Вы перед ее Что-то родное до боли Но мы не знакомы Хочу говорить с тобой снова и снова Эти уютные дни Падают хлопья И с ними мы Медленно тают Как наш поцелуй Медленно тают Как наши мечты Субтитры сделал DimaTorzok Я дам тебе теплый шаг Да в космосе холода И мы встречаем разве Укукавшись в облаках Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-